Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сотрудниками Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда завершена работа по эвакуации туристов, которые в результате повреждения автомобильной переправы через реку Подорванка не смогли покинуть территорию археологического комплекса в Архызе. Всего было эвакуировано 45 человек. По поручению главы республики всем туристам были организованы места в гостиницах республики. Людям организовали транспорт и питание. Туристы из разных городов выразили слова благодарности за быстро организованную помощь и эвакуацию. На данный момент работы по восстановлению переправы продолжаются. Мы находимся сейчас в Нижнем Архызе. Это Аланское городище. И только что практически закончилась спасательная операция после разрушения моста. Спасатели МЧС просто невероятные люди действительно на своем месте. Они переводили по тому подвесному мосту моих туристов через реку, где брушился мост. Большая благодарность вообще, как и всем службам Корчаево-Черкесии. Сработали очень быстро, молодцы. От того, как размыло мостик и до того, как нас переправили, пришло, я думаю, не больше трех часов. Все службы подъехали, были МЧС, полиция была, это точно я помню, скорая была. Было очень приятно, что спасатели прибыли очень быстро. Все это было так мобильно, организовано, просто на высоком уровне. По данным оперштаба, сегодня в Корчаево-Черкесии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 475 человек госпитализированы. А сколько человек на данный момент в республике уже провакцинированы? Как обстоят дела в наших госпиталях? Болеют ли те, которые сделали прививку? И самое главное, насколько эффективны отечественные вакцины против дельта-штамма? На все эти вопросы и не только в интервью нашему корреспонденту Ахмату Халкечеву ответил начальник лечебного отдела Минздрава Республики Белла Бачаева. Здравствуйте, Белла Азаретовна. Если позволите, первый вопрос. Расскажите, насколько загружены на сегодняшний день наши госпиталя? На сегодняшний день в госпиталях нашей республики 460 больных пациентов. Резерв у нас есть, достаточный. У нас всего подготовлено 735 коек в четырех госпиталях. Имеются ли у нас выявленные случаи именно дельта-штамма? К сожалению, в республике, как и по всей Российской Федерации, в настоящее время есть уже индийский штамм. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этого дельта-штамма и насколько стремительно протекает сама болезнь. Он очень контагиозный и протекает тяжело в клиническом плане. Мы видим это по сравнению с больными, заболевшими в первую, во вторую волну. То есть этот вирус распространяется очень быстро и дает осложнение. Чаще всего, к сожалению, болеют и лица молодого поколения, среднего возраста. Какое количество имеется людей уже провакцинированных? На сегодняшний день у нас провакцинировано более 70 тысяч населения. 70 с половиной тысяч. У нас план вакцинации – это 216 тысяч населения. Это 60% взрослого населения республики, поскольку вакцинация проводится у нас с 18 лет. И на сегодняшний день это 32% от общего числа у нас привито. Мы активно сейчас занимаемся вакцинацией. Более тысячи человек у нас вакцинируется ежедневно. Имеются ли среди выявленных случаев люди, которые были провакцинированы? Да, есть случаи заболевания. Вакцинация не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Но если он заболеет, он перенесет это заболевание в легкой форме. То есть в реанимациях у нас провакцинированных, слава богу, нет? Нет, тяжелых случаев у нас не зарегистрировано. Насколько эффективна наша вакцина против индийского штамма? Заболев даже индийским штаммом, они свое заболевание переносят не тяжело. На ваш взгляд, как можно убедить людей в необходимости вакцинации? Я провакцинировалась в декабре месяце. Прошла повторный этап в январе. И 11 июля у меня завершается 6 месяцев после вакцинации. И мои антитела снижаются. И я знаю, что мне нужно будет провакцинироваться повторно. И за этот период я не заболела. То есть я работала и считаю, что вакцинация эффективна. Поэтому я рекомендую провакцинироваться. Потому что других видов лечения на сегодняшний день нет. Спасибо вам большое за столь содержательное интервью. Надеемся, что вас услышат. Полную версию интервью смотрите в это воскресенье в итоговой программе с событий недели в 8 утра. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. И порывы до 14. Температура ночью 10-15. В горах 4-9. А днем 26-31. И в горах местами 19-24. Со знаком плюс. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. И порывы до 14. Температура ночью 13-15. А днем 28-30 градусов тепла. Лето будет чудесным. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит. Поставьте не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Подвиги ветерана Великой Отечественной войны это большое историческое наследие нашей страны. Их мужество и стойкость, которые они проявили в те трудные годы, это достойный пример для подрастающего поколения. Сегодня в Черкесске медалью памяти героев Отечества наградили ветерана Канаматова Камида Абдуловича. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Хочу вручить вам памятную медаль Министерства обороны, что называется «Памяти героев Отечества». Чуть с опоздания вручаем по техническим причинам, потому что хотели, чтобы депутаты из Госдумы приехали, от нашей республики вручали. Но так получилось, что сейчас вручаем. Поздравляю вас. Спасибо. Медалью Министерства обороны Российской Федерации памяти героев Отечества награждается личный состав вооруженных сил за высокие достижения в области развития военной истории и гуманитарного знания, реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности. Данную награду Хамид Абдулович Канаматов заслужил как никто другой, ведь он является участником Великой Отечественной войны. Хамид Абдулович Канаматов является одним из достойнейших представителей поколения героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Помимо этой награды от имени Духовного управления мусульман Хамиду Абдуловичу вручили медаль за заслуги перед умой, ведь его мужество и стойкость являются достойным примером для подрастающего поколения. Для них это большой знак внимания, знак действительно он как бы отличительный, ну знак Министерства обороны подписан приказом Министра обороны. Поэтому я думаю, что для них это приятно будет. А мы с гордостью посетили, еще раз пообщались с ними, посмотрели. Сейчас будем принимать решение, чем еще можем помочь. Также на мероприятии присутствовали работники Совета ветеранов Черкеска. Они рассказали о том, какую помощь оказывают фронтовикам. Практически мы на постоянной связи с нашими ветеранами. Если какая-то необходимость, какая-то помощь есть, мы оперативно через городские службы, через общественные организации, все их нужды выполняем. Оказываем практическую помощь. Волонтеры, наши общественные организации в полной мере, мы держим на контроле, то есть они практически ничем не нуждаются. Ветераны Великой Отечественной войны – это поколение людей, которые ценой своей жизни подарили будущее. Они вернули нашему народу мир, проходя через тяжелейшие испытания. Каждый должен помнить об их подвиге и о том, как тяжело доставалась победа и сколько жизней она унесла. Аслан Гирюгов, Роберт Джугутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Изучать и сохранять природу – задача Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества. И уже 25 лет она проводит эту работу. Помогает им научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга КЧГУ имени Умара Алиева. О том, какая важная совместная работа проводится ими, и где находится, и как работает лаборатория – в репортаже Аллы Динаевой. Сейчас мы находимся в Цибирде, на территории научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга. Именно здесь проводится работа, которая помогает оценить экологическое состояние республики, изучить природные объекты и найти ответы на значимые вопросы. И понять, как колеблются ледники, как они сейчас отступают в период глобального потепления, которое имеет место в наших региональных условиях, которое, кстати, усугубляется нашей хозяйственной деятельностью, это потепление. Потому что здесь местная циркуляция, здесь местный климат приобретает свои характерные черты. А точно определить эти характерные черты помогает и научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга Кочегу имени Умара Алиева. Наталья Морозова – химик-аналитик и информация, которую она предоставляет, гарантированная и достоверная, исключающая ошибки. Наталья Михайловна скрупулезно выполняет свою работу. Она профессионал высокого класса, говорит председатель регионального отделения Русского географического общества Вячеслав Онищенко. В лаборатории проводят различные химические анализы. Мы определяем металлы, железо, марганец, никель, хром. Мы определяем органические вещества, фенолы, нефтепродукты, а также определяем сульфаты, хлориды, окисляемость и еще множество-множество анализов, о которых я могу говорить бесконечно. И самое уникальное то, как эти реки могут самоочищаться. Сколько бы мы их не пытались ухудшить, загрязнить, они у нас самоочищаются в верховьях. Как меняются осадки и температура, какие изменения происходят в климате, внимательно следят и знают ученые. С 1970-го года по настоящее время, вот уже более 40 лет, значит, температура увеличилась в среднем на 2,5 градуса. Это очень большая величина. И в соответствии с этим уже, значит, идут изменения в природных ландшафтах. Серьезные изменения. Меняется структура растительности, вот, динамика стока рек, вот, затем циркуляция воздушных масс, то же самое, ну, и климат, потому что отступают ледники, а леденение вообще деградирует по Карачаево-Черкесии. За период вот-вот 40 лет оно сократилось где-то на 32-35 процентов площадь леденения. Это тоже была большая величина, потому что леденение, оно играет, значительную роль в изменении вот параметров окружающей среды. Результаты работы экспедиции и химических анализов помогают выявлять, где и кем наносится вред окружающей среде, и региональным отделениям РГО принимаются меры по их устранению. Сразу об этих вещах мы информируем, значит, соответствующие ведомства, учреждения, Министерства природных ресурсов, вот, ну и потом уже, конечно, и органы санэпидемстанции, санэпидемстанции, там, вот, санэпидемнадзора. В результате, медленно, правда, но принимаются меры по устранению этих недостатков. Наше внимание привлекли молодые деревья, растущие во дворике лаборатории. Отношение людей, работающих здесь, к природе, очевидно, по этим насаждениям. Они посадили здесь деревца, наибольшим образом подходящие для произрастания в Циберде. Это дуб, пихта и березы. Несмотря на свой молодой возраст, сосна уже плодоносит. Это шишки прошлого года. Вот, шишка прошлого года. А вот шишка настоящего этого года. Можно? О, какая она моя. Вот она какая. Развеяли еще один миф про то, что сосна не желтеет. Желтеет, да? Желтеет. Не созревает в течение двух лет. Если каждый из нас так же бережно и с любовью будет относиться к природе, наша планета всегда будет цветущей. Алладинаева, Рашид Токов, Вести, Крачево-Черкесия, Циберда. Такой была пятница в Карачево-Черкесии. Приятных выходных и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова